Это сирена. Громкие ЧП за неделю. Страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 7 минут. Засекайте. Отдохнули с огоньком. С мужиком вынесли в одеяльях девочку. За три дня в Бобруйске произошло 4 пожара. Все пошло не по плану. В своих тияниях раскаиваюсь и вину признаю. Житель Осиповичей задержан за подготовку диверсии. Не до сна. Под Бобруйском машина вылетела в кювет и перевернулась. Мы начинаем. 4 пожара за три дня. Печальная статистика от бобруйских спасателей. Один из них, Милынькова, серьезно напугал как взрослых, так и детей. Неисправная электропроводка вспыхнула поздним вечером. Попытка потушить самостоятельно закончилась ожогами для хозяина квартиры. О причинах и следствиях. Карина Гуревич. Не для всех длинные выходные оказались веселыми. В понедельник поздно вечером Михаил Фисюк не мог уснуть и смотрел телевизор. Вдруг сверху стали раздаваться странные звуки, как будто кто-то двигал мебель. К шуму сверху пенсионер привык. В квартире над ним жила семья с детьми. Однако в этот день было особенно громко. Мужчина выглянул в коридор, где его с криком «на четвертом этаже пожар» встретила взволнованная соседка. Это как раз на моей кухне. Там пламя на все окно выскакало на метр. Тут некоторые поуходили. Унизу соседка там, девочка маленькая. С мужиком вынесли в одеяль и девочку. Пожар на Лыньково-59 стал шоком и для самих погорельцев. Они разбудили детей и вывели их на улицу. Затем вызвали спасателей. Хозяин квартиры решил самостоятельно справиться с загоревшейся электропроводкой. Однако огонь полыхал настолько, что понадобилась помощь МЧС. Чуть позже мужчину госпитализировали с ожогами. С улицы последствия пожара едва заметны. Если всматриваться, то на четвертом этаже видно закопченное окно, временно прикрытое фанерой. На земле до сих пор лежат расплавленные куски пластиковой рамы и битое стекло. В понедельник еще два пожара произошло в районе. День закончился трагедией для жителей Туголицы. На улице 60 лет октября пламя унесло жизнь Бобруйчанке. В причинах еще предстоит разобраться специалистам. 7 марта было жарким и для поселка Глуша. Спасателям пришлось тушить квартиру на четвертом этаже. В результате пожара повреждено некоторое имущество на кухне и закопчены стены потолок в квартире. Пострадавших нет. Причина пожара выясняется. А вот в среду утром добраться по делам стало затруднительно одному из жителей Бобруйска. На проспекте строителей горел автомобиль. Здесь надо отдать должное очевидцам. Среагировали быстро, мгновенно вызвали спасателей. Как итог, повреждено подкапотное пространство и бампер. Хозяин в момент возгорания был рядом и не пострадал. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бобруйск, 360. Все тайное рано или поздно становится явным. Правоохранители задержали жителей Осиповичей за подготовку диверсии на железной дороге. В начале этого года 43-летний бизнесмен подписался на экстремистский канал. Кроме того, с августа 2020-го мужчина руководил деструктивным дворовым чатом. 1 марта он получил указания по блокировке ЖД путей, а также по изготовлению и использованию коктейлей Молотова. Уже 2 числа при силовой поддержке Бобруйского ОМОНа подозреваемого задержали. Сотрудниками 11-го управления ГУБОПК МВД Республики Беларусь по Могилевской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по недопущению дестабилизации обстановки в Республике Беларусь установлен 43-летний житель города Осиповича, который в январе-феврале текущего года вступил в качестве активного участника в ряд экстремистских формирований в телеграм-чате и выразил активную готовность содействовать акциям прямого действия на объектах железной дороги в районе города Осиповича. В ходе обыска дома у подозреваемого обнаружена и изъята компьютерная техника, жидкость для розжига, растворитель, отработанное масло, упаковка герметика и химическое вещество. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Уснул за рулем. В Бобруйском районе водитель вылетел на обочину. Утром 9 марта 25-летний местный житель, проезжая транспортную развязку, на закруглении дороги съехал в Кювет и опрокинулся. В результате аварии водитель и его 21-летний пассажир с травмами доставлены в больницу. По предварительной информации, молодой человек уснул за рулем. Как итог, потерял контроль над управлением авто. Всего же за минувшие выходные в Могилевской области произошло два ДТП. Травмы получили два человека. Сотрудниками ГАИ выявлено 2444 нарушения ПДД. Задержано 30 нетрезвых водителей и 63 бесправника. 414 пешеходов привлечены к административной ответственности, 124 из которых находились под шафаром. Это была Сирена, но больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Я Кристина Ариянс. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова